Звание народного ко многому обязывает. Фестиваль на театральной заваленке принес коллективу «Пигмалион» несколько значимых наград. О душоновских маневрах живописно в Щелковской художественной галерее открылась выставка, посвященная военно-историческому фестивалю. Дедюля Вщелкова, необыкновенный волшебный музыкальный подарок, преподнес музыкант своим зрителям и любителям творчества. Звание народного ко многому обязывает. Фраза из фильма «Берегись автомобиля», подтверждает театральный коллектив, имеющий звание народного не просто самодеятельный театр, а компания единомышленников, людей, объединенных любовью к театральному искусству. Но, как и во многом, важна личность руководителя. О работе в Народном театре «Пигмалион» поговорим с режиссером Людмилой Пауковой. Здесь люди воплощают свои желания. Многие обретают призвание, кто-то просто приходит переключиться на волну творчества. В этом им помогает режиссер, посвятивший большую часть жизни искусству перевоплощения работе в Народном театре «Пигмалион» Людмила Паукова. Коллектив существует с 1997 года. Существует он? Да, да. С кружка начинался. Но потом, в 1999 году, нам присвоили звание Народный театр. И вот с тех пор мы ведем как бы отчет. То есть сам коллектив существует с 1997 года, но звание Народный театр мы носим с 1999 года. И в следующем году, если все будет хорошо, то мы будем отмечать 20-летие Народного театра «Пигмалиона». Окончив мастерскую Михаила Гудкевича, педагога-режиссера, Людмила Николаевна всерьез и надолго влюбилась в театр. Но выбрала работу не с профессионалами, а с любителями. Точнее, ценителями и почитателями театра. Театр, именно я имею в виду народный, он дает возможность, заполняет ту нишу в душе человека, которая дает ему возможность любить жизнь, даже вот так сказано. Отсчет – это точка, но в этом коллективе точек не ставят. Здесь продолжается игра, воплощаются идеи, рождаются постановки. Запятые, тире и другие знаки припинания выстраивают все вместе. Коллектив сплоченный, многие артисты здесь с самого основания. Сегодня Дом культуры «Спутник», где располагается театр «Пигмалион», – это подразделение Дома культуры Чкалова. Это, говорит Людмила Паукова, большое подспорье. Директор помогает с реквизитом, ремонтом. Растут технические возможности народного театра. Как говорил в картине Эльдара Рязанова, режиссер в исполнении Евгения Евстигнеева, звание народного ко многому обязывает. И это действительно так. Подтверждать его нужно регулярно, а позволяет это сделать участие в различных фестивалях и конкурсах. Так совсем недавно фестиваль на театральной заваленке принес коллективу «Пигмалион» сразу несколько значимых наград. Участие в нем принимали театральные коллективы со всей страны. Мы за этот период с 2007 года четыре раза были на театральной заваленке. Очень хотелось нам попасть именно в этом году. Потому что заваленке исполнилось 25 лет. Потому что это был юбилейный фестиваль. Привезли на заваленку пигмалионовцы постановку «Сильва». Весьма непростую историю, взявшую за душу как актеров, так и саму Людмилу Паукову. В пьесе речь идет о бездомной собаке, которую приютила определенная семья. Для меня это вообще вопрос больной. Я, правда, не столько собачница, сколько кошачница. Наверное, так. Но все, что касается животных, для меня это вопрос просто. Ну, вероятно, поэтому моя вот эта какая-то, я не знаю, трепетное такое отношение к Био, оно сыграло роль и в моей работе на пьесе. Я похвалюсь, можно? Да, конечно. После нашего спектакля зал встал весь. Вы знаете, вот после этого, если дело на втором ряду, и когда почувствую шум, 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 я оборачиваюсь, а там все ряды встали, мне стало как-то все равно, что мы получим. Вот не кривлю душой сейчас нисколько, потому что это признание коллег, да, там зритель подготовленный, конечно, но признание коллег – это очень ценно, это уникально. В связь времен или эпох реконструкции в Щелковской художественной галерее открылась выставка, посвященная 20-летию фестиваля «Душеновские маневры», представлены на ней как художественные работы, так и фотографии и различные артефакты. От героев былых времен, от эпохальных войн и сражений к современным реконструкциям. В Щелковской художественной галерее открылась выставка, посвященная 20-летию военно-исторического фестиваля «Душеновские маневры. Связь времен». Военно-исторический фестиваль с 20-летней историей «Душеновские маневры» – неоднократный победитель и обладатель гран-при различных конкурсов. Сегодня это не просто оживающая на глазах историческая эпоха, это важное мероприятие, помогающее лучше понять, погрузиться в события разных лет. Прекрасное культурное мероприятие, которое позволяет нам в Щелковском районе понимать, что мы идем в келеваторе с историей, мы идем в келеваторе с памятью о тех великих победах, о тех великих сражениях, о тех великих событиях, которые произошли в России. Картины объединены общей темой. Связь времен и эпох написаны весьма реалистично. Некоторые зарисовки делались прямо во время фестиваля. Как для реконструкторов, так и для художников весьма важно учесть детали, например, костюма. Ведь эпоха отражена во многом, в том числе в одежде, обмундировании, в способах ведения боя. Так, образ кавалериста и его верной лошади на этой выставке был представлен сразу в нескольких работах. Художники как раз они хорошо, они действительно видят по-своему. И вот и нам важно мнение их, и я думаю, и им тоже было бы важно наше мнение с точки зрения реконструкции изображения, да, что девчонки увидели недостатки. То есть, если бы даже не встретились до выставки, мы бы просто подсказали бы. В этом, я думаю, ничего такого страшного нет, чтобы дать им самое грамотное. И по форме, и по снаряжению, и по боевым каким-то действиям. Вот такие реконструкции военно-исторические, они для художников служат подспорьем таким. То есть, они на натуре видят, как это происходит, видят это объемно, зримо, видят какие-то пластические ходы, взаимодействия фигур. И потом это служит поводом для создания произведений искусства. Анна Шапранова и Виктория Богданова участвуют в фестивале «Душеновские маневры» не первый год. Занимаются в конном театре, любят верховую езду и историю кавалерии. На площадке под названием «Рекрутское депо» они обучают технике безопасности и вольтажировке. Девочки уже довольно профессионально разбираются в теме реконструкции. Можно будет также еще попробовать в других планах. У нас вот не только мы вольтажировку и рекрутское депо проводим. Также у нас мы показываем котельон, стрельбу из пушек. И это все очень увлекательно. Увлекательна и сама выставка «Связь времен», где кроме работ представлены и разнообразные предметы, артефакты и фотографии. Посетить галерею можно в любой день. Культ-курьер по традиции расскажет о событиях в жизни культурной. На сцене Щелковского театра актеры Московской филармонии исполнили мюзикл «Ваня и крокодил». Эта история, написана около ста лет назад Корнеем Чуковским, будет понятна и интересна как самым маленьким, так и взрослым жителям. Сюжет переносит зрителей в Петроград, где главный герой, он же главный злодей-крокодил, поедает беззащитных граждан. Но среди жителей города находится и бесстрашный герой Иван, который изгоняет кровожадного монстра. История, которую ровно 101 год назад написал Корнеем Чуковский, раскрывает такие вечные темы, как противостояние добра и зла, воспевание любви и справедливости. Оригинальные костюмы, яркие пластические номера и, конечно, живой звук не оставили равнодушными зрителей. «Мне кажется, сегодня спектакль удался, дети в восторге, поэтому я считаю, что свою главную миссию мы выполнили. Мы принесли сюда радость и дали возможность маленьким зрителям пообщаться с большой музыкой и замечательным произведением Корнеем Чуковского». «Мне понравилось, как Юнга поборол крокодила. И крокодил ушел обратно к себе в Африку». Мюзикл «Ванни и крокодил» показали в Щелковском театре в рамках проекта «Детская филармония» – основная идея приобщения маленьких зрителей к отзывчивому, трепетному отношению к музыкальному искусству. «Любим» Ну а 10 ноября в театрально-концертном центре Щелковский, Театр состоялась премьера по пьесе Александра Николаевича Островского «Старый друг лучше новых двух». Это вторая премьера, поставленная в рамках федеральной программы «Театры малых городов» партии «Единая Россия. Культура малой родины». Название пьесы по известной пословице «Старый друг лучше новых двух». Смысл таков. Возлюбленный возвращается к своей невесте в качестве старого друга, хотя в пьесе речь идет не о дружбе, а о любви. Но это еще и мудрое предостережение, мол, не надо засматриваться на другое, зная собственное место свое. Надо опять, надо опять к Ивану Яковлевичу сходить, погадать про судьбу свою. Ой, в прошлый раз он мне хорошо сказал, но и вот словам выходит, что чуть ли мне не быть барней. А что, мудреного, ну нежки не бывает, на древ мастера нет. Рохор Гавринович ведь обещал жениться, так может и сдержит свое обещание. Хорошо бы было, доходы он получает большие. И можно будет дому задать. Ну а в театре «Атмосфера» в Щелковском районном культурном комплексе показали спектакль «Город Энн и его обитатели». Вырос он из посиделок у самовара, уже традиционно проходящих в этом коллективе. Собрав несколько произведений Чехова за основу, режиссер Анастасия Гребенникова взяла рассказ «Последняя магиканша». Наш спектакль «Город Энн и его обитатели» вышел из нашего самовара чайного, наших чаепитий, который назывался «Ядовитый лебедь», который мы делали по рассказам Антона Павловича Чехова. И вот в этом самоварном чаепитии был один рассказ, который называется «Последняя магиканша», героем которого является Досифей Андреевич. Вот в этом рассказе он предстает таким пожилым уже подкаблучником, мужем, с неудачной судьбой, таким немножечко алкоголиком даже и так далее. Но мы подумали, решили, но не всегда же он был таким. Ведь когда-то это тоже был молодой человек. И мы проанализировали его судьбу от начала и до конца. Как нам это показалось, привязав к этой истории, вот его вот этот путь, который нам Чехов не показал, привязали к этому пути другие рассказы Чехова, которые были также написаны о провинциальных городах. Провинциальный город – общество, которое, по сути, затягивает свои крепкие и приземленные объятия молодого человека с его мечтами, стремлениями, желаниями. Это общество поглощает и все перспективы юноши, сводя их к довольно примитивным желаниям. Вот как он за все это время пребывания в этом городе дошел, что называется, до жизни такой, до своей жены. Актеры явно решили в полной мере похулиганить на сцене, не теряя режиссерскую задумку, показав историю стирания человеческой личности при отсутствии внутреннего стержня. В холле Щелковского районного культурного комплекса не протолкнуться, а все потому, что здесь собралось огромное количество участников 8-го районного открытого конкурса на лучшую концертную программу «Творчество не знает границ». Выступающие красивые, нарядные, во всевозможных оригинальных ярких костюмах, глаза разбегаются. Сегодня мы представляем концертную программу от Дома офицеров Монина. Мы танцуем несколько номеров, и у нас получается мини-спектакль. Все увидите. У нас будет номер посвящен теме пиратской. Значит, у нас будет, сначала у нас будет выступление пар, мы будем кружиться, порхать, потом девочки представят нам номер с паями. Это такие столовые палочки, кто не знает. Ну, световой шоу делаем. В конкурсе приняли участие творческие коллективы не только из нашего района, но и других муниципалитетов Московской области. Из Раменского, Мутищ, Химок, Фрязина и других. Всего было представлено 15 концертных программ. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Не обошлось и без сюрпризов. На сцене выступила председатель района. Совета депутатов Надежда Суровцева. Вместе с коллективами студии спортивно-бальных танцев «Элегия» и школы балета Александры Самойловой из Монинского дома офицеров, она исполнила роль в концертной программе «Большая планета искусств». Также в номере выступили воспитанники кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Творчество манит каждого. Каждому хочется немножко поучаствовать. И когда мои родные монинцы, потому что я всю жизнь прожила в Монино, предложили мне сыграть маленькую роль, но я не отказалась. Не знаю, насколько это был какой-то выход, но я старалась. Несомненно, старались все участники конкурса. Ну а победу одержали самые сильные команды. Первое место разделили между собой Щелковский районный культурный комплекс и коллектив из Химок. Второе место досталось также нашему району серебряные призеры, дом офицеров городского поселения Монина, ДК имени Чекалова и клубная система Огутневского. А третье присудили команде из Мытищ. Гитара и музыкант. Концерт коллектива Валерия Дедюли прошел в Щелковском районном культурном комплексе. Сам музыкант солировал в своем любимом образе странника. Аккомпанировали ему великолепные музыканты, жена Евгеника. Горячо аплодировали зрители, а нам удалось еще и пообщаться. Прогуляться по миру и вселенной под аккомпанемент Дедюли, под волшебные звуки гитары в сочетании с другими инструментами. Это ли не мечта любителей качественной живой музыки? А живой в данном случае не метафора, не эпитет, а самое настоящее и точное слово для описания того, что происходило на сцене районного культурного комплекса. Назвать концертом это действие не получится. Это как восточная сказка Шахризады с элементами гипноза. Главные герои, сам маэстро и его верные друзья, единомышленники, музыканты. Главные герои, сам маэстро и его верные друзья, единомышленники, музыканты. Достаточно много лет выстраивалась программа концертная, потому что мы много путешествуем. И коллаборации, музыкальные эксперименты привели к тому, что появились композиции, которые рассказывают о большом путешествии. Притом не только географическом, но и временном путешествии, да и космическом путешествии по разным мирам, континентам, по разным галактикам. Собственно, и от этого путешествия родилась концертная программа, которая выстраивалась изо дня в день, из года в год, и которую сегодня мы смогли показать нашему уважаемому зрителю. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Концерт приобретает такой вид театрального действия, потому что одно следует за другим, другое следует за третьим. Таким образом сплетается живое полотно инструментальной музыки. Инструментальная музыка может быть интересной, мы об этом и говорим нашему зрителю, и многим говорим, что она может быть очень яркой, интересной, она может быть очень визуализированной. Так что мы счастливы и рады заступать и ездить по необъятной нашей Родине, да и по всему миру. 20 лет на сцене. За это время материал коллектива обогатился, и команда Дедюли сплотилась еще сильнее. Понимание, сыгранность чувствуется в каждом звуке, в каждой детали. Ломанные ритмы, акценты, яркие решения – все это результат долгой, кропотливой творческой работы. За дорогой уродит ветер в море, за дорогой солнце сквозит, за дорогой уребой, и наградной у вас твой. Субтитры создавал DimaTorzok Мне радостно и говорить о том, что мы на сегодняшний день уникальная группа, это однозначно, мирового масштаба, высококлассный, фирменный, профессиональный коллектив. И, собственно, наша широкая, обширная гастрольная география тому лишний раз подтверждили. Моя жена, которая пела, украшала сегодня вокалом своим замечательный наш концерт. Это Евгеника, многогранная совершенно. Концерт был просто изумительный, нам очень понравилось. Коллектив его просто, такая поддержка. Я впечатлена. Эмоции, атмосфера, зрители, все, все, было великолепно. Я уплывала под эту музыку, не знаю, в какие миры. Необыкновенная музыка у него, коллектив вообще, как спетая песня. Эмоции, позитив, заряд энергии. Вот что получили те, кто пришел в ЩРКК на волшебный вечер в компании Дидюля. Мы очень любим концерты, мы любим Щелково, мы любим вообще ближайшее Подмосковье. И, собственно, счастливы и рады опять приехать в этот зал. Замечательный, уютный, компактный, вместе с тем, в чем-то академичный, вот этим своим таким советским таким стилем, каким-то... Как вампиром. Да, да, да. Но в любом случае нам было очень комфортно выступать, нам было комфортно. Мы долго готовились, но мы сделали это, и сделали очень хороший, яркий, качественный концерт, который нам в радость, нашим зрителям. Так что давай встречаться, давайте видеться. До хороших встреч, до новых встреч творческих, музыкальных. Я Дидюля, мои замечательные друзья. На сегодня это все. Смотрите культурный контекст и, конечно, творческих вам выходных и будней.